Друзья, всем привет! С вами Стэм Вайц. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня хотелось бы поговорить о бюджетной новинке от компании Xiaomi Poco C55. Официально пока до России телефончик не доехал, но уже сейчас понятно, что он может составить конкуренцию многим телефонам в ценовой категории до 10 тысяч рублей. У него очень неплохой дизайн, приемлемая производительность, да и в принципе это телефон Poco, поэтому поклонников у этого устройства будет много. Сегодня кратко хотелось бы поговорить о телефоне, посмотреть на внешность и обсудить его технические характеристики до того момента, как он официально доедет до России. Ну что ж, поехали! Телефончик только-только появился и продается примерно за 10 тысяч рублей, ну даже чуть дешевле. Но правда на текущий момент официально в России он не продается, его можно купить на том же Алиэкспресс. И за свои деньги, ну нельзя сказать, что телефон предлагает прямо-таки очень много. Единственное, за что действительно цепляется глаз, это очень прикольный и узнаваемый дизайн Poco. Очень приятный дизайн тыльной стороны, под кожу и разнообразные цвета. Мне особенно понравился такой с голубоватым отливом. На пластике видна якобы строчка, как на коже и, собственно говоря, телефон от этого хорошо лежит в руке, ибо есть фактура. Правда в комплекте чехла вы не найдете, это все-таки бюджетная серия C. Телефон обладает большим экраном 6,7 дюйма, правда 60 Гц и всего лишь HD+, разрешение. Это IPS-матрица и у нее не самая высокая яркость, так что на улице в яркий солнечный день могут возникнуть проблемы. Батарея опять же-таки традиционная, 5000 мА, правда быстрой зарядки нам не завезли, всего лишь 10 Вт. И да, все мы уже отвыкли заряжать телефон 2,5-3 часа, а здесь это придется делать каждый раз. Что опять же выдает в телефоне бюджетную серию, это наличие microUSB, а не Type-C. Ну и плюс ко всему телефончик у нас поставляется с предустановленным Android 12, а не 13 на базе MIUI 13. Плюс ко всему сама оболочка облегчена и здесь нет каких-то функций и настрой, которые вы увидели бы в старших версиях телефонов Poco и Xiaomi. С точки зрения производительности под капотом здесь у нас G85, заслуженный процессор, который в принципе в 2023 году обеспечит необходимый минимум. В какие-то игрушки вы сможете поиграть, в более навороченные 3D тайтлы примерно на средних и средне-низких настройках, но в общем телефончик не оставляет впечатление какого-то тормознутого или фризящего. Но как это всегда бывает с телефонами Poco и Xiaomi на базе MIUI, я рекомендую покупать версию старшую с большим количеством оперативной памяти, ведь версия на 4 гига то и дело иногда подглючивает и подфризывает именно из-за того, что оболочка тяжелая, а вот версия на 6 гигов работает более-менее нормально. С точки зрения камеры. Основной модуль, опять же, традиционный для телефончиков этого класса, 50-мегапиксельный, плюс здесь есть датчи глубины для размытия фона и портретов. Ну а фронталка довольно скромная, 5 мегапикселей. На основной сенсор на улице можно делать вполне себе годные фотографии, да и даже селфи получаются неплохими. Ну а в помещении, к сожалению, телефон уже пасует, здесь никуда не денешься. Видео совершенно не конек этого телефона, качество получается так себе, 1080p 30 кадров в секунду без стабилизации. Ну а в следующий раз мы поговорим о телефончиках подороже. На 7 я буду заканчивать, с вами был Айс, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!